Всем доброго времени суток! Сегодня я бы хотел поговорить с вами об достаточно амбициозной и уникальной личности, а именно Камила Торрес, коммунист-священник. Кто же он такой, какова его биография и какой, так сказать, революционный вклад он внес в историю своей страны. Давайте же разберемся. Вообще, продолжая историю становления революции в Латинской Америке, я бы хотел продолжить данный, так сказать, контент. Но при этом, следующий видеоролик будет посвящен армии без государства, второй части. Потому что были люди, товарищи, которые меня просили сделать вторую часть и, так сказать, порассуждать на несколько таких интересных вопросиков. И, естественно, я это сделаю. А вам желаю удачи и приятного просмотра. Я продолжаю. Вообще, кто такой Камила Торрес? Какой он вклад внес и, в принципе, чем известен? Давайте же здесь и рассуждаем. Камила Торрес является, естественно, священником и коммунистом. Также, помимо всего прочего, является деятелем теологии освобождения. Теология освобождения – это такое направление в католицизме, которое заостряет вопросы на социальном и политическом характере. А именно, пытается выяснить, откуда берется бедность и как это можно избежать. И пытается это, так сказать, синтезировать с левыми идеологиями. Что, в принципе, и сделал Камила Торрес, пытаясь примирить леворадикалов и различного рода христиан. Да, и даже известна его цитата «Если бы Иисус жил в наши дни, то он был бы партизаном». И, в конце концов, в 60-е годы Камила Торрес является членом армии национального освобождения. Но это уже совсем другая история. Давайте же поговорим более подробнее о его биографии. Вообще, Камила Торрес родился в 1929 году в Боготе, где учился в колледже. Правда, был исключен за критику преподавателей, но был выпущен в степени бакалавра в лице Сервантеса. А рукоположен в священнике был в 1954 году, но при этом учился на епископском университете. Правда, уже переехав из Колумбии в Бельгию, что тоже интересно. И там, под настроением леворадикальной молодежи, он пропитывается идеями коммунизма и становлением рабочего класса в Латинской Америке. Куда и переезжает со своими настроениями, устраивает различного рода бунт, забастовки, мятежи и так далее. Чем и становится известно, помимо того, что являлся священником. И есть много фотографий, где, так сказать, Камила Торрес уже за работой, где он священник, проводит литургию. И фотографии, где он также на митинге и достаточно крупном и широкомасштабном. При этом, несмотря на то, что его карьера в 50-е годы как левого активиста росла, росла даже в геометрической прогрессии, можно так сказать. Так же были и свои клеветники, люди, которые его недолюбливали, можно так сказать. И клеветники, их количество росло. Да, и Камила Торрес находит свое спасение в армии национального освобождения. Крупнейшей партизанской организации в Колумбии того времени. Но все же перед этим в 1960 году вместе со своими сотоварищами в Колумбийском университете вводит факультет социологии. Где и, так сказать, помимо революционной деятельности, также известен тем, что, в принципе, повлиял на Колумбию и в образовательном плане. Введя именно этот самый факультет социологии, где и преподавал. Правда, работу пришлось отставить и перейти в подполье, а также в повстанческое действие. Вообще, карьера Камила Торреса как партизана продлилась недолго. Но все же он являлся врачом, как телесным, так и духовным. И это выражается даже в факультете социологии, где он повлиял на становление образования в Колумбии. И, помимо всего прочего, также выражается в партизанском движении, где также был телесным и духовным врачом. У него была своя лесная церковь, где висели портреты революционных деятелей. Также он переводил тексты Мао, Фиделя Кастро и многих других революционеров. И преподавал местным, так сказать, детям, которые там были. Давал бесплатное образование, которое на тот момент времени было роскошью в Латинской Америке. Да, и вообще, Камила Торрес погиб в своем первом бою, когда была операция первая по нападению на колумбийский патруль. Там он получил смертельную рану, после чего и скончался. Но при этом, несмотря на то, что он прожил, так сказать, как революционер и деятель повстанческого движения, очень малую жизнь, он запечатлен, помимо фотографий и литературы, также в песнях и текстах. Например, Виктора Хары, которому он посвятил свою песню, в песнях Орландо Аракона и многих других, в принципе, известных личностей, повлявших на культуру различных стран Латинской Америки. Вообще, Камила Торрес интересен, как человек, человек начитанный в первую очередь, и, помимо всего прочего, как человек, который развил идею теологии освобождения. И у него это получилось, можно сказать, лучше всех. Камила Торрес всегда останется в наших сердцах, в культуре, в искусстве, и, в принципе, в каждом леворадикальном молодежном движении, как Южной Америки, России даже, так и всего мира. Надеюсь, он будет известен многим. На этой ноте я бы хотел закончить свое повествование. Если вам понравился данный выпуск, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал Товарищанком. Помимо всего прочего, я также есть на Дзене, Телеграме и других платформах. Но тут уже ссылочка будет в разделе о канале. Поэтому рекомендую вам туда зайти, подписаться. Ну и, в принципе, все. На этой ноте я бы хотел с вами, в принципе, и попрощаться. Желаю вам удачи, здоровья. Оно вам обязательно пригодится, как и мне в наше тяжелое время. И, в принципе, всего хорошего. Это всегда должно быть. Всем пока!